МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа Неделя города и Марина Романюк, ее ведущая. Смотрите выпуски. Сокровища русской культуры. Впервые в истории русского музея шедевры отправились в тур по России. Вчера их встречал Рязан. Новое назначение главврачом областной клинической больницы стал Олег Шалаев. Уникальная выставка открылась в Рязани. Больше ста подлинников в кисти величайших художников будут доступны для рязанцев. Шедевры отечественной живописи привезли из русского музея. Выставка шедевры русского музея демонстрирует развитие русского изобразительного искусства. Пять залов, пять веков. Каждая картина здесь шедевр. Всего их 109. На стенах ряем с работы Малевича, Айвазовского, Репина, Сурикова, Иванова. Последний из которых – наш земляк. Пройдя по экспозиции можно увидеть самые разные жанры. От древних кон 15-17 веков до советского авангарда. В день открытия присутствовал и генеральный директор Государственного русского музея Алла Манилова. Вместе с ней осмотрел выставку губернатор Рязанской области. У нас сегодня свершен невероятный подарок, замечательный праздничный день. Открывается такая экспозиция. Валерий, главный огромный для всего русского музея. Конечно, возможность приобщиться с таким шедевром, мировым городом. Это просто сказка. Встреча Павла Малкова и Аллы Маниловой не случайна. На церемонии открытия шедевров русского музея они подписали соглашение о сотрудничестве. Следующим этапом планируется создание центра «Русский музей Рязань» на базе РЯМС, где рязанцы смогут и дальше наслаждаться произведениями сокровищницы русского искусства. Впервые в истории русского музея сокровища с такой концепцией и составом приезжают в один из российских регионов. Выставка решает сразу несколько задач, одна из которых – показать историю развития русской живописи всех периодов без изъятий, продемонстрировать основные художественные течения и главных гениев с 15 по 20 век включительно. Что касается древнерусского искусства, в РЯМС привезены и религиозные работы 14 века. Эта выставка, нам кажется, в таком концентрированном, убедительном виде показывает гениальность русской, нашей национальной школы русского изобразительного искусства и, больше того, показывает, какой вклад русское искусство, наше национальное искусство внесло не только в мировой художественный процесс, но и в целом в мировую цивилизацию. Помимо картин в мультимедийном зале сотрудники русского музея подготовили видеопрезентации работы реставраторов. Там можно в деталях рассмотреть картину «Парад по случаю окончания военных действий в Царстве Польском» Григория Чернецова, а также поиграть в игры. Познакомиться с прекрасным жителем и гостью города смогут до 15 сентября. Анастасия Арн, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В прошлых сюжетах мы уже рассказывали о выплатах, которые положены беременным. В этот раз в преддверии Дня семьи наша съемочная группа поговорила с отделением соцфонда о тех выплатах, которые положены уже родившим женщинам. Государство помогает семьям уже на этапе беременности. Соцфонд назначает два единовременных пособия. По беременности и родам, а также при рождении ребенка. Первое пособие определяется в зависимости от заработка матери. Для неработающих женщин оно фиксировано. Пособие при рождении ребенка в этом году получили уже более 2000 рязанских семей. Оформить такую выплату может как мама, так и папа малыша. Такое же пособие назначается при усыновлении ребенка. Размер выплаты составляет 24 604 рубля. Единое пособие выплачивают и семьям с невысоким доходом. Выплаты для будущих мам варьируются от, если округлять, 7,5 до 15 тысяч рублей. Начиная с января этого года пособия получили больше 800 беременных женщин. Отдельным видом социальной поддержки для рязанских семей является программа материнского капитала. Сегодня сертификат на материнский капитал выплачивают уже при рождении первого ребенка. В этом случае рязанские семьи могут распорядиться суммой в размере 630 380 рублей. При появлении второго ребенка размер материнского капитала увеличится еще на 202 тысячи рублей. Пока родитель в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, семье полагается соответствующее пособие. В цифрах для трудоустроенных родителей это от 9 до 49 тысяч рублей. На неработающих 9 227 рублей. При этом неработающие родители выбирают между этим пособием или единым. А благодаря материнскому капиталу семьи могут получать ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума. В этом году размер выплаты в регионе 13 474 рубля. Выплату из маткапитала можно оформить на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. При этом одновременно с единым пособием. Если у семьи есть право, сразу на две меры поддержки. В ОКБ назначили нового главврача. Им стал доктор медицинских наук Олег Шалаев. Подробности расскажем в нашем следующем материале. Встречу с коллективом ОКБ министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников начал с постановки главных задач, которые стоят перед регионом на данный момент. Там, где мы лечим людей, мы должны четко выделять фокус группы, которые будут нести существенный вклад в достижение ожидаемой продолжительности жизни, где меньшие. Если мы это все переведем в экономику, то вы тоже получите определенную вещь. Я просто хочу, чтобы все научились смотреть одинаково. Для того, чтобы мы достигали ожидаемой продолжительности жизни, как не парадоксально, мы должны научиться регулировать общую смертность. Потому что показатель вот этого ОПЖ складывается из этого. По словам министра здравоохранения Рязанской области, для этого областная клиническая больница должна моделировать всю медицинскую сеть региона. На встрече Александр Пшенников также представил нового главного врача областной клинической больницы. Им стал доктор медицинских наук Олег Шалаев. Благо уважаемые коллеги, для меня очень большая честь стать одним из тем вашего коллектива, возглавить столь известное и во всех отношениях современное, продвинутое медицинское учреждение, которое очень хорошо известно не только в Рязанской области, но и в стране. Кроме того, в обращении к коллективу ОКБ новый главврач выразил уверенность в достижении ключевых целей в сфере здравоохранения, которые стоят перед регионом. Напомним, что с августа 2022 года Олег Шалаев возглавлял перинатальный центр Рязанской области, где активно реорганизовывал акушерско-гинекологическую службу. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Безопасность на дорогах для взрослых и вождение средств индивидуальной мобильности для самых маленьких. В Госавтоинспекции прошла совместная пресс-конференция, в которой поучаствовали заместитель начальника региональных управлений Госавтоинспекции Сергей Москвин и уполномоченный по правам ребенка Анжелика Евдокимова. Еще раз о правилах дорожного движения в нашем следующем сюжете. Количество ДТП в этом году снизилось. Об этом заявил заместитель начальника регионального управления Госавтоинспекции Сергей Москвин. Показатели он сравнил с таким же за аналогичный период прошлого года. Так, в 2024-м произошло 541 ДТП. Это на 8% ниже прошлого показателя. Тенденция, говорят, в ведомстве хорошая, снижается. А вот из минусов увеличился травматизм последствий ДТП. Если у нас рассматривать дорожный транспорт и происшествия по видам, то основная масса, это 90%, это у нас три вида основных. Это, соответственно, столкновения, наезды на пешеходов и съезд с дороги. Это основной вид ДТП, который приносит нам основную массу погибших и пострадавших. Далее, если мы будем рассматривать все имеющие место дорожного транспортного происшествия по их причинам, то 92% это выезд на полустречное движение, несоответствие скоростного режима и нарушение правил обгона. Другая важная тема – ДТП с участием несовершеннолетних. Показатель не изменился – 34 происшествия. А аварии, где дети, притом несовершеннолетние, участвовали как водители, зарегистрировано таких 34. И здесь огромная роль, большая, отводится родителям, взрослым. Потому что, ну, не секрет, да, мы все учимся тому, что видим у себя в дому. И сколько бы сотрудники ГИБДД, сколько бы я, аппарату полномочного, другие правоохранители не говорили детям о правилах безопасности, Если та же мама, взяв маленького ребенка, перебежит дорогу в неположенном месте, так вот я вас уверяю, что этот ребенок будет в дальнейшей своей жизни руководствоваться вот тем примером, который показала ему мама. В ходе пресс-конференции отметили, что работа по профилактике детского травматизма совместная. Большая ответственность лежит и на родителях, и на преподавателях в школах. Только совместно можно снизить этот показатель аварийности и травматизма. Очередная отправка гуманитарной помощи прошла в Рязани. Бойцам традиционно отправили продукты питания, необходимые вещи, а также квадроциклы. О том, как удалось собрать такой груз, расскажем далее. На этот квадроцикл собирали, что называется, всем миром. О нем попросили наши ребята с фронта. Сбор объявил региональный фонд «Доброволец». Стоил такой 200 тысяч рублей. Собрали. Осталось его немного подготовить для задач на фронте. На квадроцикл был запрос от бойцов, да, потому что сейчас такие погодные условия, которые позволяют использовать там квадроциклы, и им он очень необходим для быстрого перемещения. Был объявлен сбор на квадроцикл. Многие люди помогли, присоединились. Сегодня для наших парней отправилось несколько грузовиков с гуманитарной помощью. Внутри все необходимое – продукты, тепловизоры и даже строительные материалы. Помимо квадроцикла на интернат в город Сватов были отправлены строительные материалы, так как в интернате была произведена атака силами ВСУ, и интернат немножечко был разгромлен. Поэтому детишечка сейчас оттуда распустили, их пришлось эвакуировать, и будет восстановление интерната. А это кадры нашего прошлого репортажа. Тогда бойцам, помимо всего прочего, передали приборы ночного видения и детекторы дронов «Булат». Сегодня стало известно, что груз прибыл к месту назначения. Сегодня мы ставим точку в нашей командировке. Фонд «Доброволец» объединенными силами произвел развоз гуманитарных грузов и транспортных средств по всей линии фронта, согласно тех заявок, которые поступили. Для нас остается только путь домой. От лица всей нашей разведгруппы хотелось бы выразить бесконечную благодарность тем людям, которые помогают нам, верят в нашу победу. Сегодня на отправке гуманитарного груза присутствовала и уполномоченная по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина. Сегодня познакомилась с удивительным водителем Павлом. У него ДЦП. То есть у него тяжелая форма. Он водитель. Он ведет машину, удивительно. Он плохо ходит, он в стройстве. У него гиперкинеза. Но он мастерски водит машину и возит груз. Для меня это сегодня было просто удивительно. Я искренне благодарю всех, кто помогает и кто возит этот груз нашим бойцам. Машины только-только отправились, а фонд уже готовится к новой отправке. Список у бойцов практически тот же. Нужные вещи остаются прежними. Еда, медикаменты для госпиталей и одежда. Поучаствовать в сборе и помочь может любой желающий. По данным управления Росгвардии на территории региона 31 тысяча владельцев гражданского оружия. Суммарно у них на руках больше 58 тысяч единиц оружия. В управлении напомнили, как оружие это правильно хранить и перевозить. Оружие можно брать с собой в отпуск или командировку. Об этом рассказали в региональном управлении Росгвардии. Правда, есть четкие правила его перевозки. Так, оружие ограниченного поражения нужно перевозить в кобуре, чехле или заводской укуборке. Оставляя оружие дома на время отпуска, необходимо запереть оружие в сейфе и забрать ключи с собой. Также рекомендуется прикрепить сейф к стене или полу, чтобы исключить хищение оружия вместе с сейфом. Запрещается хранить оружие в условиях, не обеспечивающих его сохранность. Запрещено оставлять оружие в транспортном средстве, припаркованном на стоянках, парковках, обочинах, дорогах. Если в дороге владелец оружия решит остановиться в гостинице, то нужно использовать личный сейф, который установлен в номере. Такого хранилища может и не быть. Тогда оружие всегда должно быть под присмотром владельца. Хранение оружия осуществляется только гражданами, получившими соответствующее разрешение. Гражданин обязан обеспечить сохранность оружия и боеприпасов и исключить возможность их использования другими лицами, как местной регистрации, так и временного пребывания. Нарушение правил хранения огнестрельного оружия – статья административного кодекса. Штраф по части 4 статьи 20.8 кодекса об административных правонарушениях от 500 до 2000 рублей. Либо лишение права на хранение или хранение и ношение оружия на срок от 6 месяцев до года. Сюжет про недобросовестную управляющую компанию получил продолжение. Напомним, управляющая компанией «Лидер фонда», обслуживающий многоквартирный дом номер 6 по улице Славянский проспект, не перечисляла деньги компании «Видикон» за обслуживание домофонов. Подробности выясняла Кристина Бочкарева. Бесплатно домофоны в этом доме работали целых три года. Обслуживающая компания «Видикон» халяву решила прекратить и сняла свое оборудование. Вот только сами жильцы исправно платили за домофон с 2010 года управляющей компанией, ни о чем не подозревая. Мы в 2010 году еще установили эти домофоны. И до прихода этой управляющей компании на этот дом мы прекрасно с жильцами работали. И с предыдущими управляющими компаниями. Мы получали деньги за обслуживание домофона и за их пользование. Вот, к сожалению, когда пришла управляющая компания «Лидерфонд» в лице генерального директора Барыкиной Анастасии Геннадьевны, оплата прекратилась. Неоднократные попытки выйти на контакт с управляющей компанией успехом так и не увенчались. Телефонные звонки и заказные письма «Лидерфонд» попросту игнорировал, продолжая собирать жителей плату за обслуживание домофонов. Устав от тщетных попыток получить ответ от УК напрямую, добиваться справедливости в решении вопроса, компания «Видикон» решила радикально и обратилась в суд. Суд принял нашу позицию, подтвердил, что оборудование действительно принадлежит нашей компании «Видикон». И что управляющая компания обязана оплачивать услуги по техническому обслуживанию и пользованию этим оборудованием. Фактически, эта управляющая компания три года собирала абонентскую плату за домофон жильцов и аккумулировала ее на своих счетах. И не передавала непосредственному исполнителю, то есть нам, компании «Видикон», средства для обслуживания этого домофонного оборудования. Пока шел суд, домофоны продолжали работать на безоплатной основе для компании, которая их обслуживала. И хотя лидер фонд по-прежнему не перечислял «Видикону» положенные средства, за исправностью оборудования следил пристально и даже звонил с требованием починить вышедшие из строя домофоны. Впрочем, по решению суда управляйку обязали выплатить сумму в 100 с небольшим тысяч рублей за период с 2021 по 2022 год и на следующий период предоставления услуг по дому. Правда, с таким решением лидер фонд не согласился. Тогда «Видикон» призвал на помощь судебных приставов, чтобы вернуть положенные деньги уже в принудительном порядке. Первый платеж на счет «Видикона» пришел уже сегодня. Сейчас задолженность лидер фонда составляет порядка 93 тысяч рублей. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С профилактическим визитом сотрудники Россельхознадзора посетили точки общественного питания. Проще говоря, осмотрели площадки продажи шаурмы. Есть ли какие недочеты, расскажем далее. Визит профилактический. То есть задача еще раз напомнить о нормативных документах, которые необходимо соблюдать. Особенно это важно для точек питания, чтобы едой потом не отравиться. Самое первое на первое – работа с системой «Меркурий», компонентом «Гисвитис». Работаем? Работаем. Работаем при каждой поставке. Система «Меркурий» отслеживает продукцию животного происхождения. Это, например, мясо, рыба, консервы, мороженое, колбасы и пчелиный воск. С помощью такой программы Россельхознадзор видит весь путь продукции. От производства до полки в магазине или блюда в ресторане. То есть в системе есть даже подтверждение о ветеринарной проверке животного, от которого товар произведен. Молочная продукция, сыры, молоко, сливки. Потому что я вижу, у вас есть кофемашина, соответственно, у вас должно быть также молоко поступать. От поставщика, сотрудник, нас под документ. Первый профилактический визит был в точку питания, которая к системе подключена. То есть всю продукцию можно отследить. И к мясу здесь нареканий нет. Так что за профилактический визит можно смело расписываться. Вся используемая вами продукция животного происхождения должна проходить через систему Меркурия. Потому что там подтверждается ее безопасность. Да, я понимаю. Павлюсь, мое отметим. Здесь, пожалуйста. Ознакомлено? Ознакомлено. А после наша съемочная группа с сотрудником Россельхознадзора отправилась, что называется, в первые попавшиеся точки питания. И приключения начинаются сразу. Продавец отправляет в соседний павильон. Дескать, две точки соединены. Узнать ИНН и провести профилактическую беседу можно там. Отправляемся туда. И снова мимо. Сосед-продавец отправляет обратно. Говорит, документы там. После такой чехарды находим стенд потребителя. Потребнадзор. И как же мне узнать ИНН владельца. Сгорем пополам ИНН это находим. Вводим в систему Меркурий и видим ответ. Смотрим ветеринарные документы. Нас интересуют входящие ветеринарные документы. Когда с на продукцию желтного происходят. Смотрим входящие. У них поступает сейчас мороженое. Вот дата поступления. Соответственно, мясную продукцию я здесь не нахожу. То есть в торговую точку, которая торгует шаурмой и иже с ней, завозили только мороженое. Мяса здесь, судя по системе Меркурий, нет. То есть по факту оно без маркировки. И отследить, где оно куплено, нельзя. А соответственно и нельзя отследить качество такого мяса. И такая ситуация далеко не в одной точке города. За текущий год, по настоящий момент, управлением проведено 131 мероприятие профилактическое в отношении 114 хозяйствующих субъектов. Из них 26 хозяйствующих субъектов не имеют совершенно никакой регистрации в системе ВИТИС. И соответственно вся продукция, которая у них находится в наличии для реализации, находилась без ветеринарных документов, подтверждающих безопасность той продукции. Из этих 26 хозяйствующих субъектов 28 адресов на данный момент не имеют прослеживаемости в пищевой продукции. И соответственно безопасность ставится под вопросом. Напомним, визит профилактический, то есть при выявлении нарушений выносится предостережение. Причина – 336-е постановление Российской Федерации, в котором сказано, что если есть нарушение, то объявляется именно предостережение. То есть документ с информацией о том, какие пункты хозяйствующий субъект нарушил. И предложение, как эти нарушения исправить. А само исправление уже на совести продавца. Потому безопасность лежит на плечах самого потребителя. Лучше всего выбирать какое-нибудь проверенное место, которое вы хотя бы уже немножко видели некоторое время. Заметили не новое место какое-нибудь. Видеть, что оно обустроено хотя бы. Не просто ларек, стол и просто мангал рядом с ним. Хотя бы какое-то место, чтобы был хотя бы информационный лист на этой площадке с информацией. Это было не предприниматель в юридическом лице, который осуществляет здесь место. Ну, деятельность свою. Соответственно, хотя бы вот эти пункты уже можно быть немножко уверенным, что данный хозсубъект соблюдает законодательство Российской Федерации. Башкирия. Апрель. Юноша купил шаурму, в которой была сальмонелла. У мужчины отказали несколько органов. Он впал в кому и пролежал в больнице несколько месяцев. Сейчас он идет на поправку. Его ждет долгое восстановление, строгая диета и дорогие лекарства. В Курск 11 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Отравились суши в одном из местных кафе. Примеров в последнее время в федеральных СМИ хватает. Так что безопасность каждого лежит на его собственных плечах. В доме белого аиста пополнение Леопольд и Агата вывели четырех птенцов. Орнитологи окольцевали пернатых и взяли у них анализы. Это уже третья кладка дикой пары на специально оборудованной вышке. Подробности расскажем в нашем следующем материале. Диспансеризацию аисты здесь проходят дважды в год. Анализы берут как у птенцов, так и у взрослых особей. Ветеринарный врач Маргарита Кочерга рассказывает, это необходимо для того, чтобы скорректировать рацион подопечных и выявить патологии, если они есть. Мы проводим исследование птиц на микробиологический и микологический статус, то есть определение, какие у них циркулируют бактерии и грибы, и есть ли они или их нет, соответствует ли это природному показателю. И берем у птиц, которые содержатся в вольерах, биохимический и клинический анализ крови, чтобы понять, здорова птица или нездорова, как у нее проходят обменные процессы, достаточно ли питания и хорошо ли оно сбалансировано. Дом Белого Аиста – прежде всего реабилитационный центр, где помогают нелетным представителям вида. Постоянных пар здесь три – Марта и Марк, Фомка и Тимка, Руслана и Гоша. Последняя давала потомство несколько лет подряд, но в этом году пернатую пару постигло горе. Эмбрионы в отложенных яйцах погибли. По-хорошему пара насиживает по очереди яйцо. Если одна птица покидает гнездо для кормежки, то вторая садится на яички, насиживать их. Но здесь еще очень большую роль влияет и фактор беспокойства играет. Почему? Потому что, допустим, Белый Аист достаточно синантропная птица, то есть они гнездятся в местах, где в близости проживает человек. Но они привыкают к определенным лицам, к определенным людям. Если вблизи гнездовья появляются раздражающие факторы, птицы могут оставить яйца на более долгое время. А еще этой весной погода выдалась прохладнее, чем обычно. И кладка Руслана и Гош ее не пережила. Однако пополнение в резиденции Аиста все-таки случилось. Потомство дала дикая пара. В районе территории Рязанского дома Белого Аиста находятся четыре искусственных гнезда. Из них одно заселено Леопольдом и Агатой. Леопольд наш выпускник, Агата, это уже мы ее назвали, они уже третий год размножаются. У них было пять, четыре, и сегодня и в этом году тоже четыре птенца. Итого у них уже 13 птенцов в этом году уже будет выпущено. Сегодня орнитологи окольцевали птенцов, ведь через пару недель родители будут учить их летать. Это нужно для того, чтобы отслеживать пути перелета в периоды миграции и опознавать птенцов прошлых выпусков дома Белого Аиста. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все новости. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин